Радио 54 Первое. Областное радио. Должен быть сертификат, либо декларация соответствия продукции. Кроме этого, упаковка должна быть промаркирована соответствующим знаком. Это признаки доброкачественной продукции. Но, тем не менее, все равно стоит избегать таких мест продажи, как уличные палатки, стихийные рынки. Не стоит даже приобретать такие изделия в интернет-магазинах. А скажите, какие должны быть требования к площадке, с которой стоит все-таки делать запуск фейерверка? Значит, площадки для запуска пиротехнических изделий, она должна выбираться с учетом класса этой пиротехники. У нас есть классификация пиротехнических изделий. Например, первый класс – это петарды, которые радиус опасной зоны составляет полметра. Итак, полметра, петарды. Где точно нельзя и где точно можно их? Ну, здесь допускается даже в помещениях использование, потому что радиус опасной зоны, он незначителен и не влечет за собой какую-либо опасность. Значит, пиротехника второго класса – это уже 5 метров. Здесь исключено какое-либо использование такой пиротехники в закрытых помещениях. Значит, третий класс радиус опасной зоны – это уже 30 метров. Это достаточно серьезное изделие. Значит, по пиротехнике, по местам ее запуска необходимо учитывать такие требования, как выбор этой площадки необходимо осуществлять в светлое время суток, значит, убедиться, что нет высоковольтных линий. То есть, например, днем 31 декабря прогуляться, вот если ты хочешь во дворе это сделать, к примеру, где-то рядом с домом, сразу посмотреть. Первое – высоковольтные провода. На что еще обратить внимание? Деревья, ветки, значит, чтобы ничего не препятствовало, если это какие-то салюты, фейверки, чтобы ничто не препятствовало полету этого фейверка. Значит, рядом не должно быть зданий, сооружений, естественно. А рядом – это значит сколько метров? Ну, в зависимости. На глаз, примерно. В зависимости от радиуса, опасной зоны, вот если третий класс, то 30 метров стоит выдержать, а то и больше на запас. Ну, лучше сразу, если 30, то 50 взять и всем сразу спокойнее, да? А вот скажите, есть такие, например, фейверки, которые нужно запускать именно специализированно? Ну, то есть, условно, мы, например, обыватели ограничимся, например, вторым классом, да? А вот третий класс, для этого уже нужны, положим, специально подготовленные люди, нам лучше обойти эту пиротехнику. Это уже четвертый класс пиротехники, вот, ну, мы ее отдельно оговорили. Это бы про день города сейчас, да? Что-то такое. Да. Понятно. Ну, площадку выбрали, а оказывается, нужно еще и одеваться соответствующим образом. Что там с одеждой, какая история связана, что нельзя надевать, не рекомендовано, вернее. Возможно, какая-то пожароопасная история может быть на тебе, а ты об этом даже не догадываешься. Ну, и обезопаситься можно комплексом мероприятий, не стоит ограничиваться только расстояниями. Необходимо разумно подходить еще и к выбору одежды. Значит, не стоит одевать синтетические ткани, меховые изделия. Все это очень способствует загоранию. То есть, лучше тогда что надеть и чувствовать себя поспокойнее? Вот конкретно какой это вид одежды должен быть? Ну, это тот вид одежды, который исключает меховые, без меховых. Но шуба точно нет. Шуба точно нет, да. Значит, синтетические, там, пуховики и так далее, которые тоже нежелательно. Ну, кожаная куртка. Ага, ну вот смотрите, прежде чем мы идем запускать, нужно же еще и правильно хранить, я так понимаю, пиротехнику. Ну, как создать те самые условия, чтобы она не испортилась за время? Ну, вот спрятать на балконе от детей это нет? Нет. Одна мокнете? Да, может, значит, отсыреть, потом зажжем полторы минуты, ничего не видим. Ну, тут тоже надо правила вот эти соблюдать. Если она не сработала, не надо подходить к ней. Но, тем не менее, надо выдержать еще правила хранения. Ну, примерно при комнатной температуре надо выдержать перед запуском. Однозначно. Нежелательно хранить где-то заваленные в вещах, может повредиться целостность упаковки, тоже могут быть предсказуемые последствия. Ну, в первую очередь следует отметить, что пиротехнику запрещено запускать в нетрезвом состоянии. Нельзя курить вблизи. Нельзя бросать петарды под ноги, тоже несмотря на то, что радиус опасной зоны может быть и невелик, все равно возможно, что при взрыве могут попасть опасные частицы, в том числе повредить органы зрения и так далее. Если произошла задержка, запуска пиротехнического изделия, не стоит сразу же подходить к ней. А сколько лучше выждать? Так, в диапазоне вот до... Порядка пяти минут выждите. Ир, уходите не оборачивайся. На всякий случай. Вдруг, мало ли. Ну, если наблюдать, то наблюдателей лучше расположить с наветренной стороны. Удаление должно быть не менее того расстояния, какое указано на упаковке. То есть обязательно, друзья, обращайте внимание на этот метраж, который указан. Это пишет не для красоты, а для нашего с вами здоровья. Знаете, мне кажется, если, допустим, даже метраж указан 10 метров, лишние 2 метра отойти назад, точно лишним бы не стали в любом случае. Лишь бы не меньше, знаешь. Да, да, да. Это верно. Не надо разбирать, доснащать все эти изделия. Не доверяйте запуск детям, подросткам. Использование должно быть теми людьми осуществлено, которые достигли 16-летнего возраста. К слову сказать, у нас запрещена реализация пиротехнических изделий лицам, не достигших 16 лет. Значит, использованные, испорченные или не сработавшие изделия обязательно выдержите 24 часа в воде, затем утилизируйте с бытовыми отходами. Вот так, да, это очень важно. А ты про воду слышал когда-нибудь? Ни разу в жизни, то есть я вообще не знал, что это нужно как-то правильно утилизировать, если честно. Потому что у меня это, если честно, заканчивалось все мусорным ведром. Ну, не сработало, выбросил, да? Да. То есть давайте просто на всякий случай повторим, допустим, не сработавшие изделия, не сработавшие изделия, я опускаю в воду, и после этого уже только отправляю в мусорное ведро. Да, испорченные, не сработавшие изделия надо выдержать 24 часа в воде. Открытие для меня вообще. Действительно, я тоже об этом ни разу не слышал. Затем только утилизирую, да. А скажите, возможно, есть еще какие-то нюансы, на которые нужно обращать внимание? Ну, вот это основное, то, что я сказал, осторожно, не бросайте под ноги, не разбирайте, не дооснащайте зрителей с наветренной стороны, согласно инструкции на расстояние, плюс небольшой запас не помешает. А скажите, бывает такое, что, например, мы берем фейерверк, ну, и после того, как он уже сработал, мы думаем, что все закончился, заряд, а там еще один остался, например, он срабатывает спустя некоторое время, когда мы этого не ожидали? Вот, может быть, и такая история произойти, тоже может закончиться неблагоприятно. Тут необходимо не сработавшие изделия, и те изделия, которые сработали, выдержать время, ну, хотя бы пять минут подождать, это точно, и только после этого к ним подходить. Ни в коем случае не наклоняться над ними. О, да. Вот, ну, и прочее. Помнить, что вообще эти фейерверки, все эти петарды, это не только зрелищно красиво, это опасно. Первое. Областное радио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...